Здравствуйте, друзья! Это канал Mobile Gameplay и игра Injustice 2 Mobile. Уже в который раз я говорю эти слова, но у меня есть кое-что новенькое, что я хочу вам продемонстрировать. Пока такая идёт шумиха по поводу обновления в Mortal Kombat X Mobile, все его ждут, у меня тоже энное количество роликов уже вышло по этой тематике. Я себе тихонечко и спокойно заработал третью звезду у героя, которого зовут Firestorm. Очень хочется посмотреть, наконец-то, его третий спецприём. Собственно, для этого я и записываю данный ролик. Ну что, 10 тысяч золота и получаем третью звезду? Да, хочу. 10 тысяч золотишко отправляется к Firestorm, за что мы получаем третью звезду. Соответственно, мы получаем ещё один талант, возможность разблокировки ещё одного таланта. Открываем, смотрим, что здесь у нас. Неплохо, неплохо, хорошо. Какие-то такие таланты ему неплохие выпадают на старте, в принципе. И пассивная способность, стойкость к длительному урону у нас улучшается тоже до трёх звёзд и получает плюс 30% к стойкости. Итого, что мы имеем? Что же у нас за третий спецприём? Земное пламя называется. Длительный урон вешает урон. Ну, то есть, я вам хочу сказать, что я видел уже третий спецприём в сюжетке, когда играл в Firestorm. И он создаёт помеху. Соответственно, в команду к Firestorm можно поставить Бэтмена, рыцаря Архема, который улучшит помеху. Да, эффекты от помех он улучшает. Он увеличивает, усиливает. И можно поставить Джона Стюарта. Конечно, с рыцарем Архема довольно-таки проблематично обстоят дела. А вот Джона Стюарта на две звезды, мне кажется, уже все могли позволить себе открыть. В принципе, в принципе. Поэтому, ну, давайте кого-кого поставить-то. Слушайте, рыцарь Архема какой-то такой уж. Чересчур у нас бойкий сильный. И Стюарт ещё дальше намного находится. По его рейтингу. Нет, Стюарт сильно силён для Firestorm. Ну, давайте вот такую команду попробуем. В принципе, пару боёв сыграем. Мне просто хочется посмотреть на третий спецприём. Не более того. А давайте усилим себе задачу. Возьмём вот такую команду. Тут и щит от зелёного фонаря. И длительный урон от кошки. В общем, возможно, что-то интересное получится из этого боя. Ждём. Ждём загрузку. 89, 90, 91. Ну, давай уже. Давай, 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 давай. Ой, ой. Эй. Эй, игра. Ну, поехали. Давайте-ка подуберём пока Firestorm. Firestorm. А то кошка какая-то прям дикая, слушайте. Прям дикая-дикая. Но, я так понял, на кошку здесь сделан основной упор. В принципе, это... А вот и длительный урон. А вот теперь можно и постоять в блоке и попробовать накопить на третий спецприём. Даже можно подраться немножко. Надеюсь, что Firestorm своим третьим спецом не вынесет другого Firestorm, который против нас сейчас играет. И мы можем, сможем точнее, посмотреть в полной мере третий спецприём. Ну, чуть-чуть ещё. Давай, 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 давай. И вот так. Ну, вот-вот такой, вот такой третий спец. Да. Значит, смотрите, когда мы делаем третий спецприём, при условии, если первая часть третьего спецприёма выносит у нас одного из противников, вторая часть третьего спецприёма сможет адресовываться к следующему персонажу. То есть, это, в принципе, плюсик, да? Но я не знаю, насколько этот дополнительный длительный урон будет полезен, потому что третий спецприём в основном никто не использует. Ну, используют, конечно, но в очень исключительных случаях. Было бы хорошо, если бы первый спецприём поменяли бы местами с третьим спецприёмом. Тогда это было бы удобнее. Потому что на третий спец очень долго копить, и, ну, не всегда получается это сделать. Ну что, ещё один бой возьмём, да? Давайте. Давайте, давайте, давайте. Ещё один бой посмотрим, что же получится у нас в этом бою интересного, и получится ли вообще. Но пока не знаю. Мне кажется, всё-таки, что этот персонаж, ну, не знаю, чего-то ему не хватает. Да, конечно, я понимаю, я знаю, что этот персонаж может помочь хорошо в ридах. Но давайте посмотрим правде в глаза. В основном все сражаются на арене, и как бы, ну, персонаж должен быть полезен в любом режиме. А с фаерштормом как-то я не знаю. Ну, ну, как-то что-то не то, что-то не то. Ну, опять же, это моё мнение, оно может с вашим не совпадать. Всегда я об этом говорю, но всегда под каждым роликом находятся люди, которые начинают писать, да ты там не умеешь вообще ничего с этими персонажами делать, ты там плохо про них рассказываешь и так далее. Ну, а когда персонаж действительно крут, мне кажется, у любого получится порассказать про него то, на что он способен. В случае с фаерштормом ни на что особо крутое, мне кажется, во всяком случае. Этот персонаж не способен. Да что ж такое. Давай-ка, третий спец, ещё разочек. Вот озвучка после третьего спеца, мне нравится, она крутая. А всё остальное, не знаю, как-то такое. Ой, Супермен, молодец, молодец, что сжёг свою энергию. Это прям вот то, что нужно нам сейчас. Ну и добиваем, собственно говоря, Супермена. И тут опасный Джокер у нас. А он может... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сделать нам много неприятностей. После того, как у него увеличивается урон. Но, слава богу, его вырубили, вынесли. Стойкость к оглушению. Вот так, вот так. Непростой это перец, этот Бэтмен против Супермена. Супермен, так у меня не получилось его. Да что ж я мажу? Так и не получилось у меня достать этого Супермена из паков. Уже много раз у нас появлялся пак в магазине Бэтмен против Супермена. Я иное количество раз пробовал открыть. У меня даже видео есть с пак опенингом этих паков. Не выпадает он мне, зараза. Ну, как бы ничего особого я от него тоже не требую. Просто хотелось бы, чтобы он был в коллекции. Но как-то не получается. Всё как-то не приходит он ко мне. Ну что, вот такой был третий спецприём у Файр Шторма. Посмотрели мы сегодня, что же поменялось с этим персонажем после его трёх звёзд. Не знаю, не знаю, не знаю. Как-то я думал, возможно, у меня поменяется мнение об этом персонаже. После того, как я открою третью звёздочку, он всё-таки станет, ну скажем так, полноценным. Но как-то не особо. Плюс 30 команды стойкости к длительному урону. Это, конечно, прекрасно. Но персонажей, у которых есть длительный урон, не так уж и много на самом деле. Поэтому не знаю, насколько это полезно. В рейдах, да. В рейдах однозначно полезно. На третьей фазе. Против Доктора Фейта. Против Капитана Холода. Да, там это полезно. Но как-то вот она арене. Я не знаю, насколько это полезно. В общем-то, это был обновлённый первый взгляд, наверное, всё-таки. На Файр Шторма, на канале Mobile Gameplay. Отписывайтесь в комментариях, удалось ли вам открыть третью звёздочку. Как вам этот персонаж? И что вы думаете вообще по поводу этого персонажа? Спасибо, что посмотрели моё видео. Подписывайтесь на канал, если оно вам понравилось. Ставьте пальцы вверх. Пока-пока, друзья. До новых встреч.